Насыщенная ягода витамином С. Итак, всем привет! Вы на канале Древняя в Подмосковье и меня зовут Алексей. Продолжается полоса препятствий. На сегодняшний день другая проблема. Только миновали мы вчера проблему урагана, сломанную перголу, как меня настигла новая проблема. А именно какая? Я вам расскажу в теплице с огурцами. Перейдем? В загородной жизни полоса препятствий очень частый процесс, который вас настигает везде и всюду. Так как какой-то промежуток времени я болел, у нас в Подмосковье стояла очень сильная жара, на солнце стояла температура 32-34 градуса, соответственно, в теплице была температура намного выше. То есть здесь, я думаю, доходила температура градусов до 45-50, что, собственно, побудило ряд заболеваний у моих огурцов. Что же за заболевания настигла мои огурцы, из-за которых я практически потерял весь урожай. Так как многие из вас, огородников, уже едят вовсю огурцы, я за все время съел, наверное, может быть, 3 или 4 огурца. Итак, давайте поконкретнее о теме огурцов. Есть такое заболевание, а точнее, это не совсем заболевание, а скорее, наверное, вредители, которые называются трипсы. В чем их беда? Может, многие обращали внимание, у кого-то было, у кого-то, может быть, не было, будет. Но в любом случае, эта тема очень актуальна у многих. На листьях появляются, как бы, такие желтые точки, и постепенно весь лист начинает высыхать. То есть у него вот это пятно, оно расширяется, и лист высыхает. Это происходит максимально быстро. При этом эти трипсы, они переселяются на другие листы, данные вредители, и потихонечку высасывают сок полностью у всего вашего растения. Из-за того, что трипсы полностью забирают весь сок у всего растения, у вас постепенно начинает желтеть также огурцы, и растение медленно погибает. Распространяется оно максимально быстро, потому как одна личинка трипсов может откладывать за раз где-то от 400 до 600 яиц. И процесс он буквально бесконечный, если с этим ничего не делать. К сожалению, народные методы мне уже не помогут. Несмотря на то, что я не сторонник всяких химикатов, но если в моем случае я хочу поесть хотя бы каких-либо огурцов к концу сезона, или, ну, скажем, на тот момент, когда вырастут хоть какие-то огурцы, то я, естественно, с ними вступил в неравную борьбу. Даже, может быть, если я огурцов не поем, то мне хотя бы понять процесс, в чем причина и как с ними бороться. Если у вас есть какие-то народные методы, о которых я, может быть, не знаю, как можно обработать трипсы без использования химии, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Для меня это очень будет полезно, и в будущем я, конечно, буду применять. Есть, конечно, более щадящие аппараты, типа фитоверна, но и есть пестициды. Но я решил, скажем так, не входить по чуть-чуть в воду, а сразу нырнуть. И поэтому я взял, купил и фитоверн на будущее, и купил пестициды. Обработал. Если у кого-то будет интересно, напишите в комментариях. Я дам название данного препарата, которым обрабатывал растение, чтобы остановить процесс переселения трипсов по всему растению. Несмотря на то, что процесс очень был достаточно быстрый. То есть, вот здесь можно даже обратить на листочках вот эти вот пятна. Если взять лупу, у кого зрение хорошее, у меня, к сожалению, уже к моему возрасту зрение подсело, плюс один. Но при всем при этом, если взять лупу и рассмотреть, то можно увидеть вот эти вот маленькие, буквально микроорганизмы, они достигают где-то, может быть, там где-то 0,4-0,1 миллиметр. То есть, они прям совсем маленькие, глазом их практически не видно. Но при этом рассмотреть можно. Итак, на моих растениях можно видеть, что огурцы полностью высыхают, опадают. С этим пока ничего сделать нельзя. Несмотря на то, что я растение обработал, но новые пока вроде бы завязываются. Жалко, конечно, терять растения. Очень хотелось поесть огурцов. Но, к сожалению, такая беда настигла, и с ней приходится бороться. С этой болезнью я сталкиваюсь впервые. И из-за того, что у нас стояла жара, хочу сделать такую ремарку. Именно в момент жары как раз идет развитие вот этих вот микроорганизмов, и они заселяют. То есть, помимо трипсов, это может быть и паутинный клещ, и прочие-прочие другие болячки, которые могут заразить или, скажем так, полностью заселить ваше растение. Но при всем при этом, на что бы я еще хотел обратить внимание, конечно же, стоит обязательно делать профилактику. К сожалению, я этого не делал. На это на все махнул рукой. В этом моя беда. Опять-таки, подскажите, какую профилактику делаете вы. Мне тоже будет интересно. Может быть, я что-то сделаю для себя. И в качестве профилактики можно использовать как раз фитоверну. Если ничего не делал с этими трипсами, то буквально, может быть, за неделю, за две, они полностью накроют всю вашу теплицу, и в течение двух-трех недель у вас растения полностью погибнут, высохнут, так как они оттуда заберут весь сок, и растению просто будет нечем питаться, и он не сможет питать огурцы, и все будет у вас высыхать, и растения просто повесят листья, и в конечном итоге отпадут, так же, как и огурцы, и останетесь полностью без урожая. Поэтому, когда сажаете ваши растения, вашу рассаду, обязательно делайте какую-то предварительную обработку и земли, и ваших растений, чтобы в перспективе, ну, естественно, можно где-то раз в две недели также их, собственно, обрабатывать, чтобы у вас урожай был. Потому что погода, она переменчива, огурцам не нравится, как жара, так же не нравится, когда постоянно идут дожди. У нас в Подмосковье не бывает какой-то такой вот температуры нейтральной, чтобы она была постоянной долгое время, с крайности в крайность. То холодно, сейчас у нас, к сожалению, вот были ветра, и температура резко упала, то есть ночью температура достигает 5-6 градусов тепла, что, в общем-то, не есть хорошо. Вот такая, в общем, друзья, проблема. Расскажите, какие у вас проблемы с вашими огурцами, если бывает, как вы с ними боретесь. Я думаю, многим интересно будет почитать, и, собственно, мне для будущего моего опыта. Но вам спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока!